Йоу, привет! Как похудеть? Хороший вопрос про похудение. Что такое похудение? Это процесс, когда мы начинаем выпускать из себя эмоции. У вас очень много подавленных эмоций, очень много правил, очень много хорошестей, очень много, ну как вы считаете, доброты в вас, удобности для всех, очень много подавленных эмоций, слёз и смеха, и желаний, которые вы хотите делать. То есть полнота нам говорит о том, что мы полны различных эмоций, но не выпускаем их, а копим в себе. То есть мы боимся проявляться. Шаблона, что подумают люди, а это неправильно, так нельзя. Вот все вот эти вот шаблончики, которые нам не дают, нужно их прорабатывать. То есть полнота — это то, что мы не выпускаем свою энергию, свои желания, свои эмоции. И как только вы начнёте делать, что хочу, говорить, что хочу, проявляться, как хочу, выглядеть, как хочу, то есть любить себя. Это не значит, что я люблю себя такой полной. Нет, это неправильно. Мы хотим любить себя и наблюдать тело, которое бы нам нравилось. Это самообман. Когда вы подходите к зеркалу, весите под 100 килограмм, у вас всё висит, и вы такие, ой, люблю себя такой, какая есть. Нифига, это такой самообман, девочки, мальчики. Любить себя — это пойти и заняться спортом в меру, конечно, для поддержания тонуса в организме. Не для того, чтобы кубики какие-то сделать для других, чтобы другим нравиться. Нет. Заняться спортом для того, чтобы физически чувствовать работу тела. Потому что работа — это выработка тепла, выработка энергии. То есть любая работа, физика, пятый класс, когда мы делаем какие-то действия, у нас вырабатывается энергия. То есть мы двигаемся, ощущая вот это движение. И заняться спортом для себя в своём полном теле — это было бы первое, что нужно сделать. Ну и плюс, когда ты двигаешься, эмоции будут вместе с работой тела выходить легче. То есть когда мы не занимаемся своим телом, делать, что я хочу, эмоции свои выкладывать так, как я хочу, не получится, потому что это процесс одновременный. Мы должны двигать, получается, и телом, и нашим внутренним состоянием. То есть это движение должно быть вместе, как говорится. То есть займитесь какими-то физическими движениями, телодвижениями, и одновременно работайте с вашими эмоциями. То есть позволяйте себе проявлять себя, как вы желаете. Нагрубить тогда, когда вы хотите, чтобы отстоять свои границы. Порадоваться за человека искренне тогда, когда вы хотите это сделать. Испытывайте зависть, рассказать себе об этом и признаться, что я завидую, я тоже так хочу. Вы, по крайней мере, узнаете о тех желаниях, которые вы не замечаете. То есть признаваться себе во всём, что сейчас вы там завидуете. Себе признаться. Не человеку, ему-то это нафиг не надо. Сказать, например, я сейчас злая. И разрешить себе злиться. Сказать, я вот хочу сейчас плакать, мне обидно. И разрешить себе плакать. То есть все эмоции мы не должны подавлять. То есть мы должны это подкреплять действиями. То есть ваши эмоции не должны быть на каменном лице. Я внутренне плачу. Это подавление эмоций. А когда я это внешне проявляю и показываю, тогда наши эмоции выходят. То есть полнота нашего тела сигнализирует о том, что мы подавляем все-все-все эмоции внутри себя. Для этого, конечно, надо работать с шаблонами. Потому что есть установки такие, из-за которых мы боимся проявлять. Боимся потерять любовь других людей. Это первая установка, которая нам мешает проявляться. То есть мы думаем, что если мы сейчас начнем себя вести так, как мы хотим, то от нас отвернутся люди, нас осудят. Мы останемся одни, а люди — это наша подпитка, люди — это наша энергия, наши ресурсы. И мы боимся остаться без ресурсов. Поэтому нам приходится всю жизнь учиться подстраиваться под других, учиться брать на себя работу за других, помогать другим, чтобы быть ближе к этим людям. Вот это надо, конечно, прорабатывать. Это не любовь к себе. Факт. Как мне найти уже своего мужчину? Мы задаем себе вопрос или свою женщину, своего человека. Мы задаем себе вопрос, почему мне сейчас выгодно не быть рядом с мужчиной. У меня есть для этого выгоды. И я боюсь определенных последствий выписать эти последствия, когда мужчина или женщина рядом с нами появятся. То есть мы начнем быть в паре, будут какие-то невыгодные последствия, из-за которых мы не хотим. И пока вы не осознаете эти последствия, не примете эти последствия, не решите, как решить эти последствия, с которыми вы не хотите сталкиваться, то у вас молодой человек там не появится, либо молодая девушка. Вот, не появится. То есть, чтобы они появились, люди в вашей жизни, вам нужно понять, что мешает их появлению. Для этого честно признаться в себе о каком-то негативном опыте из прошлого, что вот у меня, я была в паре, и мне этот человек не давал там развиваться. Или я не была с собой, или я не могла делать, что я хочу, или что вам еще там, я не хочу там за него убираться, или я не хочу постоянно готовить и всем должна, я не хочу там отпрашиваться, я хочу свободы. То есть, у вас много выгод сейчас, почему вы не хотите быть в паре. И пока вы не решите эти выгоды, то внешними никакими усилиями встретить не получится этого человека, потому что вы подсознательно этого человека сейчас отталкиваете. Люди, которые могли бы быть в паре с вами, и у вас был бы такой коннект, они рядом с вами. Вы просто их сейчас не замечаете из-за вот этих ваших шаблонов, то, что вам пока еще не выгодно. И пока вы не разберетесь с этим, вот так вот встретить, чудо получить какое-то, что вот я сейчас влюбился, и вот чудо настало, так не получится. Нужно ограничивающие убеждения в голове своей проработать. Потому что у вас есть опыт негативный, и он у вас впечатался в ваших мозгах настолько глубоко, что вы боитесь просто теперь этих отношений. Поэтому разберитесь. Так. Нелли, скажи, пожалуйста, а самой реально вообще найти причину, почему мне выгодно сидеть без денег в долгах? Так дело в том, что вы сами-то и только и можете это сделать. За вас никто это не может сделать. Единственное, что люди могут чем вам помочь? Дать какие-то наводящие вопросы, которые вы уже к себе применяете. И отвечать вы можете только сами. За вас ответ никто не знает. Только вы можете задать себе этот вопрос. Один, второй. Но наводящие вопросы, вот я вам и сейчас и сказала, что мне мешает, какие выгоды, для чего я хочу не иметь денег, для чего я хочу иметь долги, какие преимущества мне дают долги. Когда у меня будут деньги, что страшного может случиться? А страшного случиться может быть что угодно. Многие боятся денег, потому что их будут считать богатые плохие, богатые не любят людей, богатых все презирают, богатые. Я не хочу быть вот таким человеком, потому что богатые там такие сякие. Очень много предрассудков к богатым. Я не хочу быть кому-то должным. У меня начнут занимать деньги, а я не знаю, как их сохранить, я не знаю, как приумножать, я не знаю, куда их тратить и так далее. То есть у вас, когда будут деньги, вы столкнетесь с различными такими последствиями, которые для вас сейчас, с вашим мышлением, нежелательны. Поэтому неважно, молодой у вас человек отсутствует, деньги, долги, плохое здоровье. Всегда один и тот же наводящий вопрос себе задаёте. А какие выгоды? Почему я этого не хочу? С какими последствиями я столкнусь? И когда вы их выписываете, у вас их не одна, там сотня может быть. Может быть, несколько десятков быть. Может быть, сотня ответов быть. И когда вы, выписав эти ответы, начинаете осознавать, а действительно ли оно так? Действительно ли у меня будут занимать деньги? Ну хорошо, будут занимать. Я боюсь отказать. А почему я боюсь отказать? Я хочу быть для них хорошим? А почему я должна быть для них хорошей? Почему я должна быть удобной для кого-то? Я хочу себя любить или себя не любить? Почему я не могу оставить свои границы? Почему я не могу сказать нет? То есть вы задаёте себе вот эти вопросы и понимаете абсурдность вот этой вот херни, что я не могу никому отказать. А почему я решила, что никому не могу отказать? Это мои деньги, я их заработал, я их получил, я потратил свою энергию, я потратил свой труд, я потратил там свою фантазию, свои ресурсы. Это мои деньги, я должен их потратить на себя, почему я их должен отдавать, с чего я решил, что я должен отказать, почему мне неудобно отказать. Если человек не имеет денег и просит в долг, это его желание не иметь эти деньги, почему-то ему выгодно их не иметь, Потому что каждый, каждый имеет в себе силы и все ресурсы иметь деньги, иметь хорошее здоровье, иметь отношения. Мы думаем, что все такие беспомощные, немощные люди, да нет, это их такие желания, их подсознательные желания, потому что они не хотят потом разбираться с этими выгодами и последствиями. Человек слабый на решение каких-то своих вопросов, но это его проблемы, почему вы решать должны чужие проблемы. Вот таким образом вы сидите и рассуждаете, какого хрена я боюсь денег, потому что у меня начнут занимать. Ну согласитесь, абсурд. Все, вы когда вот это вот сами с собой обсудили, вы начинаете понимать то, что да если у меня начнут занимать, я скажу, я не хочу давать, у меня моральные устои такие, что я хочу тратить на себя, это мои деньги, почему я должен давать вам эти деньги. Займите у банка, берите кредит, спросите кого-то другого. Я могу вам подарить из любви большой к тебе вот такую-то сумму, мне там тысячу не жалко, или 10 тысяч рублей, или там рубль. Мне не жалко, вот я тебе дарю, но занимать я не хочу, потому что если я тебя начну занимать, ты мне будешь обязан, а я буду в ожидании находиться. У нас будет привязка друг к дружке, вот эта привязка она просто сосёт нашу энергию. Ты теряешь свою энергию в этих привязках и я теряю. Наша энергия идёт в трубу, и я в ожиданиях своих теряю свою энергию, и ты постоянно думаешь, блин, я ему должен, я ему должен. Не надо людей привязывать к себе, давая им в долг. Это их желание, и у них есть ресурсы эти долги свои погасить, потому что долг внешний — это всего лишь внутренний долг саму себе, любви к себе. Вчера этот сториз у меня висел, сейчас висит. Человек, когда поймёт, что он просто на этом опыте должен научиться давать себе свои желания, свои импульсы, давать себе любовь, внимание, думать и делать, и говорить, что он хочет. Вот когда он научится, у него и вовне долгов нет, потому что внешний мир — это просто проекция наших внутренних эмоций, наших внутренних желаний, проекция, понимаете? И если есть внешние долги, это просто сигнал, внешний мир, он, блин, нейтральный, это просто сигнал о том, что я задолжал себе, я задолжал себе свои желания. А желание — это не материально машину, квартиру, дом, желание — это эмоции. Я хочу плакать, я хочу испытывать эйфорию, я хочу испытывать оргазм, я хочу испытывать счастье, я хочу испытывать любовь, я хочу испытывать радость, я хочу смеяться, я хочу плакать, Я хочу двигаться, я хочу бегать, прыгать, я хочу, чтобы у меня было такое тело. Вот это себе давать, вот в чём вы себе задолжали. Задолжали говорить «нет», когда лезут ваши границы какие-то. Задолжали пойти подышать свежим воздухом, задолжали себе почувствовать пение птиц, задолжали себе насладиться хорошей погодой или плохой, неважно, дождём. Вы задолжали себе наслаждаться этим днём здесь сейчас. Вы забыли о том, что у нас сейчас только есть этот миг, который мы можем ощущать. Прошлого нет, оно уже ушло, будущее ещё не наступило. Мы всегда в заботах там или там, но вот в нас здесь сейчас нет. А вот здесь сейчас — это и есть то счастье, которое вы себе задолжали. И вот того, чего я сейчас перечислила, когда у вас нет, у вас внешние долги. Внешние долги банкам, людям, либо вам должны, неважно, вам должны или вы должны. Внешний долг в любую сторону — это долг себе, себе вот этих ресурсов. Вы себе задолжали новые знания ежедневные, новые действия, новые эмоции. Вы задолжали себе постоянно обучаться. Наш мозг требует минимум один час в день получать новую информацию и внедрять её. То есть те навыки, которые в нас уже есть, ежедневно нужно глубже изучать и внедрять. Например, вы хорошо готовите, вы можете углубить этот рецепт или новый рецепт изобрести, или узнать. Вы очень хорошо, например, делаете маникюр, но можете ещё глубже изучить какие-то новые нюансы в этом деле. Вы хорошо шьёте, но можете ещё улучшить свои навыки. То есть нам надо каждый день улучшать свои навыки. Мозг, сколько там, 400 триллиардов в секунду отращивает новые отростки. То есть каждая мысль отращивает новый отросток 400 миллиардов или триллиардов неосознанных мыслей в секунду, которые творят нашу реальность. Вы эти 400 миллионов мыслей можете, дерево вот этих решений в голове, заполнять новыми знаниями, либо они заполняются, хотите вы этого или нет, старым шаблонным говном. Вот и всё. Я не знаю, как по-другому сказать. То есть вы либо заменяете новыми действиями, новыми знаниями, новыми какими-то внедрениями во всё, что вы делаете, и ваш мозг развивается, потому что мы так устроены, нам нужно развиваться, и мозг растёт таким образом. И он творит нашу реальность своими мыслями. Либо вы их токсичными мыслями своими забиваете о проблемах, о будущем, которое ещё не наступило, о прошлом, мусоле, вот это всё. То есть вам выбирать, чем заполнять. И вы задолжали себе обучение, вы задолжали себе развитие, вы задолжали себе идти в новое, вы задолжали себе идти в страхи. Вот это и есть все долги внутренние, которые проецируют внешний долг вовне. Как только вы начинаете жить по-другому, меняя своё мышление, внедряя новые привычки, вы удивитесь, что вовне у вас вдруг решатся ваши долги. И я не просто это так говорю, ну потому что я так думаю, ни хрена, у меня более 20 тысяч отзывов, вот с такими как раз-таки изменениями. Люди пишут мне ежедневно, десятками, там, бывают, когда какие-то марафоны сотнями в день, отзывов, что было вот так, я себе вот это начал давать, и у меня там решились долги, банк списал долги, налоговая вернула налоги, которые я вдруг переплатил ни с того ни с сего, всегда платил нормально, а тут налоговая присылает документы, говорит, что вы переплатили 100 тысяч рублей, либо вам какое-то пособие, либо какой-то подарок, либо вдруг непонятно откуда свалились деньги. Всегда долги возвращаются, и таких отзывов, и примеров просто у меня не одна тысяча, понимаете, 20 тысяч отзывов именно вот с такими примерами, и это не голословно, говорю сейчас. В каждом эфире, у меня же написано о том, написано, посты написаны, эфиры проведены о долгах, то есть любой внешний долг – это долг к себе, и вот сегодня вот сториз висит, и вчера висел о том, что, ребята, долги, болезни, токсичные отношения – это не любовь к себе, это вот ваша волшебная таблетка, любовь к себе, слышать себя, своё желание и делать по своему желанию, не по желанию других людей, почему-то им тоже это нужно, а по своему желанию. Вам захотелось сейчас пойти и заниматься какими-то тренировками, вам надо поднять свою жопу и заставить пойти это сделать, но вы продолжаете сидеть, как я, и только мечтать о тренировках, вы мечтаете о танцах, но вы для этого ничего не сделали, вот вы задолжали себе, вы мечтаете пойти прогуляться на природе, но вы из дома не выходите, вы мечтаете что-то изучить, но так и не приступили к изучению, вы накачали кучу книг, но так и не начали их читать, вы захотели съесть мороженое, но не оторвали свою жопу, не пошли до магазина, не купили себе это мороженое. У вас каждый день копятся вот эти долги, вы постоянно что-то хотите, но ничего для этого не делаете. Внешние долги, вот таких желаний накапливаются, и вот проекция вовне вам показывает этот долг вовне. Так что выписывайте смело, что вы хотите, почему вы это не делаете, где ваши желания исполнены, почему много желаний, которые реально можно осуществить без денег, до сих пор у вас лежат в багажнике, в оперативной памяти, которую вы мусолите у себя. Я хочу, я хочу, но я для этого ничего не делаю. Почему? Если стоит запрет на проявление, наверное, с детства. Так, если вы узнали, что у вас запрет с детства, примите решение и заявите волю, что всё, с сегодняшнего дня я снимаю все запреты. Здесь сейчас вы можете поменять всё. Как только вы осознаёте, что у меня какие-то запреты, вы прямо сейчас говорите себе, да нахрен эти запреты вообще. Мат — это то, что разрушает нейронную связь. Пошлите эти запреты нахер. Смачно, громко киньте камень в окно кому-нибудь. Ударьте кулаком по столу и скажите, всё, я вот сейчас разрешаю себе делать, что я хочу. Идёте, делайте. Но когда вы находитесь в наблюдении себя, как бы со стороны вы наблюдаете. Так, а что я сейчас опять себе запрещаю? Почему? Что случится плохого, если я сейчас что-то сделаю? Ну, меня судят. Окей, осуждайте, это моя жизнь. Но осуждайте, окей, да боже мой, я от этого корову не потеряю. Я выиграю корову. Только тогда, когда я позволю себе сделать, что я хочу. Ну и осуждайте. Выкидывайте на меня своё говно. Вам плохо будет от этого, не мне. Мне это будет хорошо. Я сейчас сделаю, что я хочу. Я дам себе долг. Или что вы там боитесь? Я боюсь, что вот сейчас человек перестанет со мной общаться. Ну иди ты лесом. Если ты со мной общаешься только потому, что я удобно подстраиваюсь под тебя, то зачем мне тогда с тобой общаться? Я должна уходить с окружения токсичных людей. Мы всегда должны искать людей, с которыми комфортно, интересно, которые позволяют вам быть собой, которые позволяют вам проявляться, быть и настоящим, быть естественным. Зачем вы держитесь за тех людей, которые вам не позволяют жить, которые вам говорят, что вам делать, да, и как вам быть? Они сами не живут своей жизнью, ещё вами манипулируют. И зачем вы за них держитесь? Я вот не понимаю. Отпускайте таких людей из своей жизни. Что ещё вам страшного? Какой запрет ещё может быть? Почему я боюсь проявляться? Потеряю человека, да и хер с ним. Что случится? Найду нового человека, который будет рядом и позволит мне быть настоящим. Какие ещё могут быть запреты? Пишите, какие запреты могут быть. Давайте с вами обсудим. Что такое панические атаки? Когда паническая атака выделяется, что? Адреналин. Зачем нам нужен адреналин? Ну, например, мы в лесу встретили волка. Адреналин нас толкает бежать либо нападать. Нам атака нужна расшевелить себя от ступора. То есть, когда нам не хватает решений, решений действовать. Либо убегать от этих токсичных вещей вокруг нас, либо нападать и идти в этот страх. То есть, это сигнал о том, что вы просто тормозите во всём. Вы не идёте никуда. Вы тормозите. То есть, у вас нет действий. Вы боитесь двигаться. И атака просто, это паническая выработка адреналина вам говорит то, что надо шевелиться. Когда у вас паническая атака, вы встретили волка или медведя в лесу, у вас такая сила просто. Вы хромали на одной ноге и бегали там 100 метров в час. Тут начинаете километры просто бежать, не видя никаких препятствий. То есть, вам адреналин нужен для того, чтобы себя расшевелить. А вы в жизни не даёте себе эмоций, не даёте себе движения. Останавливайте. Это просто вот такой больной сигнал. Вообще, все сигналы тела, они у нас больные. Через боль, через болезнь. Говорит о наших стопорах, об остановках, о том, что мы куда-то не идём, не двигаемся, не изучаем себя. Любая боль, любая болезнь, это зажатая эмоция. Любой шаблон, это зажатая эмоция. Любая боль, зажатая эмоция. Неважно, проблема у вас с печенью, с головой, артрит, артроз, позвоночник, зубы, глаза, зрение, слух. Неважно, это зажатые эмоции. То, что вы себе не разрешаете. Как, по-вашему, избавиться от невроза и панических и так. А вы не избавитесь от этого, потому что это естественный здоровый сигнал организма, говорящий вам о том, что пора менять привычки и жить по-другому. Наслаждаться этой жизнью здесь, сейчас. Начать учиться, идти в новое, постоянно изучая неизвестное. Полюбить это неизвестное, потому что если вам всё будет известно наперёд, то вы сломаетесь, вы не сможете жить. Вот представьте, просто представьте, вы сейчас будете знать наперёд один день. Каждую секунду, каждый ваш шаг, каждое действие. Вы знаете. Вы не сможете ничего поменять, потому что вы знаете. Потому что если бы могли что-то поменять, это был бы уже какой-то неизвестный шаг. А вы знаете, что вы сейчас упадёте и ударитесь. И вы падаете, ударяетесь. Вы заранее знаете, где вы обожгётесь, где там ударитесь, где вам что-то скажут. Когда каждую секунду, представьте, вы как мультик просмотрели и живёте по этому сценарию. Это очень страшно, что вы ничего не можете изменить, у вас выбора нет. Вы это знаете. Представьте, вы наперёд всю свою жизнь знаете. Всё плохое и хорошее, каждый шаг, каждый миг. Известность – это самое страшное, что может быть. У вас смысла жизни не будет никакого. А пока вам неизвестно, у вас есть выбор. Вы можете всё время, каждую секунду выбирать новые решения. Вот это и есть жизнь, когда вы ничего не знаете и вы выбираете. А панические атаки – это то, что вы хотите всё знать и вы не хотите этой неизвестности. Но это абсурд. Вы только проживите, ментально закройте глаза и проживите, вот каждую секунду представьте себе какой-то день. И что вы ничего не сможете поменять. Что вы сейчас обожгаетесь горячим чаем, вы прямо это знаете и пьёте, обжигаетесь, потому что руки по-другому не смогут действовать. Вы знаете, каждая доля секунды руки, как она будет вам вливать в горло этот горячий чай. Вы будете это знать. И вы не можете это изменить. Вы не можете пошевелить рукой в другую сторону, потому что вы это знаете. А панические атаки вам говорят, что хоры вам знать, пытаться наперёд, что будет завтра, что будет через 5 минут, что будет через 10 лет. Вот это вот всё говорит о том, что вы хотите знать, а это стопор полный. Наша жизнь — это не знание, постоянно идти в новое, постоянно идти в перемены, постоянно принимать какие-то новые решения и не повторять ничего. Зачем нам что-то повторять? Мы хотим расширяться и всё время изучать новое, углублять свои знания без всяких повторений. Нам эти повторения не нужны, но мы всё время стремимся это всё повторять. Это не нужно делать. И вот каждая болезнь нам твердит о том, что мы всё время пытаемся повторять одно и то же. Подскажите, пожалуйста, сыну 19 лет, есть проблемы с психикой, как это называют специалисты? Вот здесь тоже пишут про панические атаки и всё такое, как я могу помочь сыну. Сыну вы можете помочь только первое, оставив его в покое, наблюдать за ним, как в отражении в зеркале себя и заниматься собой своей психикой. То есть он вам показывает, что с психикой не в порядке не у сына, а у вас. Все люди вокруг нас это просто наше отражение, что сейчас, в данный момент происходит в моём сознании. Мы проецируем наше сознание на всех людей вокруг нас, животных вокруг нас, погоду вокруг нас, обстановку вокруг нас. То есть вся наша психика полная проекция, как в зеркале вокруг нас, в материальной форме. И если вы хотите кому-то чего-то помочь, оставьте эти попытки. Это значит, что срочно нужно помочь себе. Если вы видите проблему у детей, в особенности у детей, потому что дети, они просто из такой большой любви берут все болячки, ваши болячки, на себя, что вы просто в них рассматриваете свою болезнь у всех детей вокруг. Неважно, собственно, это ребёнок либо соседский. Субтитры создавал DimaTorzok